всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня наконец-то будет долгожданное видео о каталоге dimensions почему долгожданное потому что для тех кто на моем канале недавно я показывала свои рукодельные покупки за май и там рассказывала что за одну из покупок мне подарили каталог dimensions что он толстый интересный в нем много разделов и я тогда сказала что сдала вам вопрос хотите ли вы чтобы я этот каталог вместе с вами полистала на камеру и сказала что если будет два-три комментария то я уже запишу это видео девочки я была в шоке комментариев было не то что 23 их даже не 22 их было больше еще вы лайкали и комментарии друг друга я даже сбилась со счета сколько заявок поступила на то чтобы я сняла это видео и я очень переживала как бы так получила снять настраивалась и брала каталог с собой на дачу думала я там снимаю в интересной обстановке не получилось я дома несколько раз начинала снимать и в итоге вот сегодня все это видео точно будет снято мы с вами полистаем я наконец-то его опубликую на канале вы уже могли посмотреть вступление к этому видео это последний сейчас опубликованный на канале ролик который называется история дименшинс где я рассказываю всю эту информацию которую я нашла в интернете по поводу этой компании как развивалась история какие наборы компания выпускает почему они стали выпускать наборы в китае они в америке ну там много раз информации я показываю еще примеры наборов что такое печатный крест счетный крест не счетный крест если вдруг вы не успели то видео посмотреть то рекомендую тоже его просмотреть а сейчас мы будем вместе с вами листать этот каталог и наслаждаться всей той красотой которую мы любим за которую любим дименшинс я думаю что этот ролик будут смотреть только те кто любит эту марку вышивает поэтому готовим чай кофе какао вкусняшки и добро пожаловать в мир дименшинс разделов у нас будет много вот здесь вот эти все ярмачки они показывают разделы тут и будет и вышивка гладью и счетный крест и детские наборы и обучающие наборы продергивание раскраски по номерам очень много разной информации каталог был выпущен компанией бизнес класс которые сейчас являются официальными представителями дименшинс в россии и кто не знает именно они организовывают вот все те перевыпуски которым мы сейчас с вами очень радуемся все давайте листать каталог и первая закладка первая часть этого каталога конечно же это золотая коллекция золотая коллекция наборов дименшинс это наборы повышенной сложности которые предназначены для опытных вышивальщиц которые предполагается что будут конечно вышиваться не очень быстро благодаря комбинированным техникам крест полукрест бэк французские узелки разные шовчики типа лэйзи-дэйзи кординг и так далее вот благодаря всем этим техникам их комбинации получаются потрясающе красивые картины которые и объемные как бы с эффектом 3d и и безусловно это украшение каждого дома то есть если вы вышлете вот набор из этой серии то это будет знаете как гордость семьи гордость дома это то что можно показать это то что можно оставить детям внукам на долгие долгие годы я думаю тот факт что мы до сих пор покупаем раритетный набор dimension с которым уже больше там 20-25 лет при этом вышиваем и ниточки не рвутся и ткань такая же плотная как и сейчас это все говорит о том что на ну в этих наборах качественные материалы и с годами эти материалы не клеют ну по крайней мере вот в той истории которую мы с вами знаем то есть лет 25-30 это точно провести поэтому силы в эти наборы вкладывать можно они будут радовать нас долгие годы особенно если наверно оформить это все хорошо и под стекло то и еще больше по времени может радовать первый разворот посвящен цветам здесь в основном все те сюжеты которые нам знакомы мне очень трудно конечно снимать потому что каталог глянцевый и все очень сильно бликует я буду пытаться поднимать показывать вам поближе чтобы вы могли насладиться всей этой красотой венок из роз очень красивый набор который долгое время был раритетным и относительно недавно вот он стал выпускаться снова и достаточно востребован конечно рукодельницами белые розы уникальность этого набора в том что в нем нету белых ниток то есть все вот это вышивается разными разными оттенками розовыми и бежевыми и в итоге получается вот такие вот белые розы на которых отражаются лучи закатного солнца но при этом белые нитки там не используются вот такая хитрость не скажу мысль которую пока не забыла и каждый раз в роликах про диматчинс хочу сказать и забываю если вдруг вы боитесь начать на бород этого производителя то я попробую вам дать мысль за который вы можете зацепиться потому что бывает но я часто слышу что некоторые девочки боятся начинать вышивать гэту и наверное очень сложными там затянется процесс я на это хочу сказать не надо бояться крестик вышивается очень легко как вы знаете один стежок слева направо второй стежок справа налево это крестик вы по-другому его вышить не можете если это по-другому то это уже не крестик и в любом наборе все крестики одинаковые какая разница в каком наборе его вышивать так по большому счету если говорить поэтому не бойтесь брать наборы вы умеете вышивать крестиком у вас это получается вам это нравится иначе вы этим не занимались бы поэтому вышивайте привычные себе крестики и какая разница что это прячется за обложка диманчинс по 50 по 100 крестиков каждый день потихоньку 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 вы вышите этот набор пусть не быстро но зато у вас получится красота еще чуть-чуть прям отвлекусь от темы и все потом будем точно только каталог листать у меня есть одна история я это буду показывать в видео с отшитыми работами вместе набор диманчинс код макс рыболов очень известная картина начались в перевыпуск вошла где такой кот лежит разных рыболовных снастях я этот набор вышивала в общей сложности пять лет с перерывами с откладыванием вышивала долго то что тогда у меня скорость была маленькая он везде со мной ездил он ездил со мной на рыбалке в путешествия в гости там я его вышивала чуть не на коленках нет на не было всех этих аксессуаров у меня была рама меньше по размеру чем канва и там как-то чё-то подгибала вышивала я вышивала в одну иголку я использовал родной органайзер не не было никаких пак органайзер ничего в общем страшно вспомнил как я это вышивала я вот именно над ним карпела по 50 крестиков вышивала и думаю боже мой какой сложный набор потому что там постоянная смена нить идет а я вышивала в одну иголку я его можно сказать дому чего в какой-то момент потом я вышивала естественно очень гордилась собой оформила и хочу сказать что сейчас это одна из моих самых любимых работ почему потому что я смотрю на эту работу я вспоминаю все те моменты которые меня сопровождали пока я вышивала эту работу все эти поездки все вот эти вот истории и знаете для меня это очень теплая работа стала вот именно потому что она навевает мне мысль проявленный период жизни это не так как сейчас вы взял набор и быстренько 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 за две-три недели вышел там но за месяц-два дома на станке и никакой истории нету вроде картину вышел все хорошо красиво но за ней нет истории почти а здесь вот действительно очень большая история и это уже вспоминается даже с какой-то такой легкой нотки ностальгии ну потому что это было давно и вот ну как мы часто бывает или идеализируем прошлое и помним только хорошее и вот у меня с этим набором вот только такие ассоциации поэтому ничего плохого в том что начать набор и вышивать его несколько лет тоже нету куда торопиться если комфортно вышивать медленно то надо вышивать и видите это потихоньку обрастет историями какими-то приятными воспоминаниями и картина даже будет больше чем просто картина я вот из личного опыта говорю и поэтому если все таки вот кто-то из вас сомневается две мысли теперь вам даю крестик это крестик вы его умеете делать не надо его бояться делать какая разница каким и цветом вышивается вторая мысль ну и что что долго вышивать зато потом будет что вспомнить извините если это отступление было очень лирическое и очень долгое ну мне хотелось этим с вами поделиться заодно и надеюсь вы может быть параллельно там повышеваете пока следующий разворот посвящен тоже частично цветам потрясающе красивый венок всех сезонов он очень красивый в нем очень много деталей и конечно в реальном отшиве выглядит потрясающе три у тюльпанов это набор который считается парой к розам с прошлой страничке тоже очень хорошая работа достойно и многое вышивают рынок в париже по опыту могу сказать в париже действительно такие цветочные рынки набор кажется визуально сложным он лежит в моей коллекции тоже хочу решиться его вышивать но это набор из той серии когда работа получается очень объемная она будет с эффектом 3d действительно не плоская глубокая такая многослойная работа и конечно вышивать нужно вот этой мыслью что результат потом будет потрясающий серия пейзажей италия море прибрежный вид европейское бестро все эти наборы в отшивах потрясающе дальше так вот так буду показывать набор нежность доброта и ласка видела что девочки меняют надпись то есть сохраняют стиль вот этого потеряла слова стиль с этой каллиграфии и вышивают на русском какие-то памятные для себя надписи которые они хотят видеть на этой картине вот этот набор который внизу у меня и не только как оказалось у меня цепляет очень многих вот этими собаками я вообще заметила что очень часто бывает нас набора цепляет за какую-то детальку вот смотрим на картину замечаем к детали после этого говорим все хотим вышивать вот меня зацепили собаки сейчас я покажу поближе если вдруг этот набор не знаете называется зимняя тишина здесь зимний домик и видите на во дворе играют собаки у них там мячик или что-то какая-то игрушка и вот они почему-то мне кажется настолько милыми прикольными и веселыми для меня не создают настроение эта картина вот за них купила и я смотрела канал одной вышивальщицы и к сожалению как зовут и она в закромах показывал этот набор и тоже сказал что купил ради этих собак думаю прикольно не только я одна такая леди шатон леди шатон тоже популярный набор часто его покупают и и вот эта вот картина она наполнена покоем уютом эти вот два кресла в которой хочется присесть и наслаждаться пока он тут явно где-то рядом мангал или гриль там готовится мясо издыхаешь и напротив смотришь на свой дом следующий разворот снова посвящен пейзажам и домикам почтальон как же хочется чтобы этот набор перри выпустили он настолько в отшиве объемный я его видела в живую на стене он потрясающе объем он такой красивый его хочется вышивать райское место парад шаров вот парад шаров один из тех наборов которые хочется купить когда видишь отшив потому что отшив яркий объемный красивый и даже боишься в инстаграме где-нибудь или в социальной сети увидеть фотографию отшива этого набора потому что сразу хочется его купить он потрясающе смотрится райское место объемный набор не такой закромах тоже лежит сумеречный мост и цветочный мотив красивые но мне нечего про них вам рассказать дальше пейзажи замыкает тройка наборов северное сияние морской страж и скалистый берег вот этот набор скалистый берег тоже крисыбит про фишки то я заметил что очень многие покупают ради вот этой волны она настолько точно и красиво передано что вызывает ассоциации с картинами айвазовского действительно же на море вот такие волны они так подсвечиваются они красивы и вот в этом сюжете эта волна передана настолько точно что за нее глазом цепляются многие из-за и покупают как это ни странно этот набор не ради маяка ради вот этой волны хотя казалось бы основной герой этого сюжета маяк но нет предпочитают волну изящный века зимние впечатления для тех кто любит вышивать в этом стиле сюжеты они получаются яркие красивые и этой история как будто бы из одного сюжета серия зимних пейзажей зимние радости зимние воспоминания все спокойно тоже красивые сюжеты закатное зимнее небо и здесь хочется вспомнить о том что дименшинс действительно очень красиво умеет передать зиму и новый год со следующим разворотом мы с тобой мы с вами перемещаемся фауну и нас встречают кошки и волки вот с этой страницы на мой взгляд самый потрясающий конечно это вот эти львы и снежный барс у снежного барса многие отмечают голубые глаза и то насколько точно вот передана фактура меха это как нужно было разработать дизайн в крестиках чтобы вот этот мех казался мягким объемным я очень люблю кошек и не смущают даже такие большие хищные кошки и я глядя на эту картину мне прям хочется запустить руку в этот мех настолько настолько точно удалось дизайнер вот я попытаюсь вам еще поближе показать настолько точно удалось дизайнеру передать фактуру этого меха очень интересная картина и конечно львы в сухой траве объемная красивая картина у меня вот такая тоже в запасах есть хочу ее вышить в пару к слонам потрясающая живая картина волки давайте покажу поближе зимой волки в деревьях волков хорошо вышивать на примету это из того что я точно знаю пара волков это в семье благополучия дальше идут популярные сюжеты с орлами утки вот здесь фотография тоже не передает всего объема и красоты этой картины в диме мне кажется можно очень много чего вышивать даже если превью не передает потому что в реальности намного интересней все смотрится сколько уж этих оленей и лошадей вышивали боже очень объемная работа получается потрясающе красивые только с лошадьми и оленями нужно быть аккуратными потому что вышиваются тоже на работу на карьеру и не всегда это примета работает ну так как нам хочется то есть можно начать вышивать олени просто потому что нравится сюжет и в этот момент как закрутить по работе как начнутся всякие дела проекты да это приводит к повышению возможно должности или зарплаты но не всегда мы в этот момент хотим чтобы нас добавилась работа ну так по честному говоря но это примета точно работает то есть если вдруг вы хотите чтобы у вас в карьере что-то изменилось вышивать оленей вот на себе проверила примета вообще четко работает вот он вот он мой любимый макс про которого я вам рассказывал в начале этого видео очень сложный набор потому что постоянно смены нитки вышивала я говорю долго вышивала но он красив к нему в пару мегги рукодельница никак не лишусь начать вышивать тоже ну как не лишусь просто в планах никак не поставлю собрание мишек мои любимые мишки вот вторая тема которую я считаю Dimensions один из лидеров кто создает правильные хорошие дизайны я считаю что еще у DMC очень красивые мишки особенно в той серии которую они выпустили для австралийского рынка вот DMC и Dimensions два моих фаворита кто умеет показать плюшевых милых мишек Тейзи тех как я их люблю для любителей лошадей есть три картины все три хорошие опять же на примету работы карьеры можно повышевать ну как вы видите в этом каталоге тематики немножко разбросаны не сгруппированы прямо близко друг к другу ну так примерно прослеживается логика размещения картин на страничке вот эти любимые всеми мишки ряд любви сейчас они здесь подписаны почему-то просто мишки а вообще набор называется ряд любви очень хороший набор вышивается легко это мой первый Dimensions который я вышила и это первый набор который я вышила когда второй раз вернулась к этому хобби очень хорошая позитивная картина теплая душевная она дома висит очень хорошо смотрится и это один из тех наборов которые как мне кажется продавались и продаются всегда ну вот постоянно этот набор есть наличие он фаворит его покупают вышивают очень многие вот такие милые котятки тоже вот так показать штатив немножко мешает чтобы показать ближе такие спящие милые котята тоже смотрю на этот сюжет и понимаю что его хочется вышить вот эту кошку вот эту кошку сейчас вам покажу поближе если вдруг не замечали смотрите какая с ней интересная история так фокусируемся обратите пожалуйста внимание на фон у этой картины он такое ощущение что прячет в себе загадки если смотреть сверху вниз вот окно то там прячется ряд роз потом переходит в птиц потом переходит еще ветки деревьев и за ними прячутся кошки то есть вроде бы вы смотрите вам кажется что это просто узор а нет там все друг с другом переплетено и спрятано и можно по-разному смотреть на эту картину и вам будет казаться кажется что увидите что-то новое потому что вроде бы вот здесь вот листья а при этом вот так птички ты смотря что ваш глаз схватывает здесь опять же листья либо кошки то есть такой набор загадка я не сразу заметила эту фишку набора но когда заметил мне это восхитило бабочки очень красиво тоже выглядят разработки дальше тематика людей барышни и барышни девушки балерины для тех кто любит вышивать людей я не могу как-то сильно подробно прокомментировать эти наборы я не знаю почему людей вышивать не очень люблю даже не знаю почему ну просто не моя тематика вот из этих наборов конечно многие отмечают багрового волшебника спасенные и материнское счастье багровый волшебник так и не попал пока в перевыпуск по-моему его или уже подтвердили собираться подтвердить в летний перевыпуск я знаю что его очень многие ждут у меня лежит в закромах этот набор мои закрома анонсированы на сте часу и мне конечно очень часто пишут с просьбой этот набор продать но такая корова сама нужна я его не продаю и вот на этот набор я все смотрю и не знаю хочу не хочу его купить как то он мне вроде и нравится в то же время не знаю дальше тематика востока гейши самурай элементы дома яркие красивые картины как здорово и переданы элементы одежды давайте поближе посмотрим так хочет фокусироваться штуками вот каждая складка одежды все проработано тема индейцев вот тоже интересная история вот у вот этого индейца как вы знаете есть пара девушка и тоже я заметила почему-то такую тенденцию вот я сама когда-то видела этого индейца он давайте на всякий случай покажу вам поближе если вдруг вы этот набор не видели это тоже такой набор с загадкой то здесь вроде бы смотришь на сюжет видишь индейца землю луну но если присмотреться то сзади проступает очертание рыси здесь из камней проступает очертание орла ну здесь сова по-моему а вот здесь вот еще собака то есть если всматриваться в этот набор вот этот сюжет то он раскрывается деталями и тут можно еще по приглядываться по униска вот еще можно найти так вот я когда этот набор увидела продавалась и девушка и индейец и можно было купить обоих они в свободном доступе были несколько лет назад я почему-то захотела индейца думаю ну куплю выше потом захочу ему пару куплю но пару ему купить не смогла потому что набор с девушкой сняли с производства и вот много-много-много лет я за ним охотилась потом нашла схему с остатками приобрела у девочки сейчас перевыпуск я уже купила полноценный набор к чему я это рассказываю тоже и на вышивальном ютюбе и в разговорах и в блогах выяснилось что очень у многих рукодельцев возникла такая же история то есть я ни разу не слышала чтобы кто-то купил девушку и потом искал к ней индейца у всех наоборот первого покупали индейца девушку почему-то не покупали потом она всем стала нужна а ее нигде нету и в перевыпуске ее все массово начали покупать почему так происходит я не знаю вот что за загадка такая может если у кого-то ну была такая же ситуация тоже напишите пожалуйста очень интересно это так дальше опять цветы это уже серия мини голдов я вот такой честно говоря даже не видела в продаже ни разу если вот эти вот еще как-то попадались на глаза то вот этот я не видела если хотите покажу поближе если хотите покажу поближе продолжая серию мини голдов здесь разные тематики и знаменитая чашка и цветы вот эти вот часы интересный набор тоже я его покупала вот дверь мне нравится я ее первый раз увидела в этом каталоге ракушку тоже раньше никогда не видела только в этом каталоге увидела первый раз она очень интересная детальками вот очень интересно видите здесь сколько рыбок в кораллах и ракушки и все это помещается на конвейер размером 13 на 18 удивительно интересный набор вот эта вот дверь с котиком на крылечке мне тоже очень нравится но я не видела в продаже такой набор надеюсь что будет дальше знаменитая серия маяков на мой взгляд вот этот в середине маяк сюда не подходит и у него в пару опять же на мой взгляд больше подходит корабль там тоже такой же элемент рамки в виде каната все таки я за серию считают эти четыре маяка маяки как вы знаете вышивается на примету на желание тоже могу сказать по себе работает так что берите вышивайте загадывайте желание пусть они сбываются бабочки птицы и животные давайте просто просматриваем без комментариев очень очень все наборы вот как я рассказывала в видео с истории dimensions действительно тематики стиле цветовые гаммы разнообразные каждая рукодельница найдет что-то для себя то есть даже вот в бабочках пожалуйста кто-то захочет вышить вот этот набор кто-то этот кто-то например вряд ли найдется академец который скажет мне ни один из наборов dimensions вообще не нравится ну так вот даже не говорить о том что там вышло не вышло а просто если смотреть по сюжетам по картинкам мне кажется ну каждый может найти хотя бы один набор который бы захотелось вышить переходим к животным мишки мои любимые мишки тигры и животные в мини голдах конечно попроще они не такие объемные но тоже отшилов получаются красивые так это вам Бонечка привет передает и тема востока ангелов и религии в завершение этого блока золотой коллекции следующий блок счетный крест это здесь будут наборы не серии gold естественно но тоже большие наборы в оформлении самого набора они немножечко попроще подешевле подешевле и тоже представлены разными техниками вышивания помимо счетного креста здесь все равно хоть и называется счетный крест но здесь также применяются техники полукреста бэка немножечко шовчиков которые усиливают эффекты дизайна и на первой страничке представлены цветы и два сюжета посвященных кухонной тематике вот этот набор очень советую к отшиву я вам его уже показывала он у меня висит на кухне это из той серии которая вышивается легко стоит недорого потому что тоже некоторые девочки говорят что хотят вышивать но не по бюджету эти наборы сейчас вот вот эти наборы в разы дешевле чем голды их можно приобрести вышить и этот сюжет вот сколько у меня уже он лет висит он мне надоедает это первая экспозиция которыми я задержалась надолго потому что когда сможет наделить тот же сюжет он все равно может примелькаться немножко надоесть вот этот висит уже у меня очень давно и не надоедает очень приятно у него цветовая гамма и сам сюжет давайте поближе покажу гортензия ракушки красивый интересно сколько я сегодня за этот ролик сказала слово красивый ну как иначе ну это dimensions я поклонник производитель не фанат не димаман но безусловно поклонник очень много сюжетов мне нравится не знаю по какому принципу составлялся этот каталог потому что например например вот эта лаванда уже много лет снята с производства она по счастью у меня есть в закромах я ее покупала когда еще не поверите она просто лежала на полках магазина никому не была нужна тогда было много я купил этот набор потому что мне понравился и буквально там спустя небольшое время этот набор пропал со всех полок стал сразу всем нужен раритетный и тоже сколько раз у меня его пытались купить приходилось отказывать и еще на что я хотела бы обратить внимание цветы парижа один из немногих сюжетов который был выпущен Dimensions на двух основах например Дэйл Гувернер выпускает наборы очень часто на двух основах то есть можно купить на конвейерной равномерке можно купить на светлом фоне на темном фоне Dimensions почему-то это не сильно практиковало я даже не могу придумать второй такой набор который бы выпускался еще на двух основах вот только цветы парижа один тоже сюжет на черной основе и на бежевой основе и я не могу сказать для себя какой мне нравится больше это очень интересный момент когда видно что вот так сейчас тоже покажу фокусирую вот видите например на черной основе у вас выделяются одни акценты а на бежевой совсем другие и у меня такое ощущение ну вот схвался ощущение что они даже разными цветами не так вышиваются но тюльпаны да а вот все остальное в принципе нет и интересно мне кажется можно даже две картины вышить они смотрятся абсолютно по-разному здесь в перемешку пейзажи домики часть этих наборов сейчас в свободном доступе тоже в продаже к сожалению вот эти вот два набора уже трудно найти а вот этот легко можно купить ну и конечно викториан викторианское очарование набор который все вышивают на улучшение жилищных условий не знаю мне почему-то он не так нравится и я на примету его все равно не хочу вышивать но многие вышивали говорят да работает дальше уже совсем в перемешку тематики домики маяк дети виды море пляж домики очень разнообразные сюжеты тоже каждый найдет что-то свое все хотите поближе давайте может быть я так перелистнула вот поближе очень большой тяжелый каталог выворочить хочется вам все поближе показать либо бликует либо не фокусируется глянцево сделали вот этот набор с дельфинами тоже интересные здесь так тени на спинах дельфинов играет в отшиве очень красиво смотрится объем не тоже работы и очень хорошо проработан птица с вере будешь поближе покажу и вот эта страничка одна из моих любимых здесь собрано сразу много популярных сюжетов вот эти бабочки очень популярны они красивые они яркие при отшиве ниточки смешиваются с крайником и благодаря этому крылышки мерцают я тоже видела отшива смотрится очень-очень красиво кардинал на ветках это уже набор из вам их новых дизайнов если вдруг не замечали вот добавлением кодом номера 70 это уже наборы которые с новыми дизайнами здесь не перевыпуски и не какие-то старые дизайны это вот уже современные разработки я заметила что они выходят с кодом 70 это и дальше пятизначный номер это как раз уже из новых разработок про которые очень часто я слышу мнение где меньшинс уже не тот хотя вот есть совсем среди новых тот же самый пейзаж с зимним домиком с оленями . себе разработкой она похожа на тот самый дима не жизнь ну давайте сам немножечко по брюши на тему новых девочек уже не тот 21 сюжета с кардиналами велосипедом и кардинал на ветке не уверена что сейчас их можно легко купить я как-то не не очень вижу в магазинах кошачья и собачья страница ух тоже сколько вот этот вот код был отшит некоторые по два три раза его вышивали фредерика я считаю 3 картины в серию макс рыболов и магия рукодельница очень умиротворяющий сюжет вот эти вот спящие щеночки тоже но такие уютные такие хорошие котенок уже из новых сюжетов мишки вот набор с мишками котятами считаю одним из самых уютных и такие мягенькие такие милые покажу у них очень красиво проработаны мордочки очень хороший сюжет мишки на стуле не знаю почему в этом каталоге вообще это раритетный набор и мне например стоило трудов чтобы его купить но при этом в этом каталоге он есть поэтому я не знаю по какому принципу напечатан каталог эти два набора на мой взгляд из разряда когда смотришь и думаешь что это неужели это кто-то захочет вышивать и сама же я дам ответ да захочет потому что я показывала в видео неоформенных работ вот эти вот тапочки я их вышила а почему я их вышила ну просто увидела захотела мне настолько понравилось солнечное и летнее настроение тех тапочек они такие прикольные они же здесь еще вышиваются в разные техники а то есть вот эти тапочки украшаются такие как ковровая техника то здесь ну из ниток делается прям такая плюшевая история эти тапочки украшаются бисером а эти тапочки украшаются помпона то есть они все еще и объемные и очень интересный набор мне захотелось вы вышли вышивала пока не оформила то что помпоны никак не доделаю ну то же самое надо сумочками а кто-то увидит и скажет какие классные сумочки надо срочно вышить как говорится на каждый сюжет на каждый набор найдется тот кто захочет его вышить так и не совсем завершаем этот блок дети для тех кто любит вышивать детей здесь как-то собрали тематику и американских символов и гейша чернокожие красавицы смешанные сюжеты здесь и тут тоже сорянка из разных сюжетов вот и вот метрики и разные надписи мотивирующие вот эта серия с мышками было прикольно почему-то здесь представлен только один набор а их было много это мышки занимались разными делами не только шили но еще и шоколад кушали варили лимонад и готовили ну условно нагрели зефирку только в гриле выступала мышка другая которая наелась перца такой юморный сюжет был так переходим в блок печатного креста напомню что печатный крест это чаще всего в набор вложен основа муслин это плотная ткань на которой напечатаны однотонные крестики приложена схема которая показывает каким цветом каждый крестик вышивать сложность вышивания в том что нужно вышивать тонкой иголкой чтобы прокалывать ткань поэтому добиться ровных крестиков практически нереально то есть либо нужно очень сильно стараться но плюс в том что наборы бывают разных видов то есть бывает например как вот этот набор у него основа тонированная и вышиваются только цветы и такой конечно набор не заменить то есть нельзя взять другую основу и повышевать по схеме эти цветы но есть другие сюжеты вот например вот такой я пока мере по превью не вижу чтобы здесь был напечатан фон поэтому значит можно взять кангу и по схеме ниточками повышевать абсолютно спокойно поэтому смотрите если вдруг вам какой-то сюжет печатного креста на нравится просто посмотрите сразу на превью и в комплектацию одним глазом с ротом видно если основы не тонированные можете не брат не бояться покупайте потому что там вложена схема вы можете на любой другой основе вышить и у вас получится такой же результат вот у них еще выходили в этой серии одеяло почему-то в россии да вообще даже в европе я ни разу не видела ни одного набора с одеялами я даже не знаю взяла бы не взяла но мне определенно вот этот сюжет например нравится но ни разу в продаже нигде не видела такие наборы смотрятся очень очень красиво у меня отшит вот этот набор полностью печатным крестом он очень красивый я буду показывать в блоке вышит их работ хорош вот этот вот весь фон тоже зашивается крестом интересно смотрится и очень легко вышивается собаки волки я бы не стала бояться печатного креста просто чуть проще относиться к тому как получаются крестики ну немножко не идеально ничего страшного конечно это для профессионистов не подходит ручная работа я конечно не грустно должны быть там совсем страшные прикрывать это солнечная работа совсем идеальности это не доводить на это просто такая стилистика карты почему-то блок печатного креста здесь не очень большой мы с вами приходим в раздел гобеленов набор с гобеленами характерны пластиковой основой вкладывается в набор и такие толстые нити кто-то называет а шерстяными но по факту они синтетические как пряжа на основу нанесен рисунок и по рисунку нужно вышивать схемам практически нет то есть то что там вложено я схемы с трудом могу назвать поэтому считайте что схемы там нету и вышивать вот их не так просто потому что иногда оттенки настолько тонко отличаются друг от друга что допустим при вечернем освещении лампа его незаметно и зачастую приходится сверяться не со схемой а с фотографии превью набора потому что там хотя бы как-то примерно могут прослеживаться стежки можно посчитать поэтому не так удобно вышивать вот здесь я бы опасения по поводу отшива гобелена подтвердила бы что действительно нужно очень хотеть и выше тот или иной сюжет чтобы взяться за гобелен либо просто из интереса попробуйте на каком-нибудь маленьком сюжете тренироваться если понравится даже брать что-то серьезное плюс специфика гобелена в том что его нужно вышивать только на раме из того что как бы вы не вышивали пол крестом любого гобеленом что все равно основу поведет из-за того что кладется в одну сторону стежок даже если ты именно гобеленом шло вышивается все равно основу ведет поэтому нужно закреплять на раме обязательно вышивать и потом еще отдавать багетную мастерскую чтобы во время оформления там выровняли работу они это делают то есть у меня была одна маленькая работа которая вышел и перекосила сантиметра на полтора и и в багетной мастерской выправили она теперь смотрится ровно хорошо но перекос там был страшней я очень пережила за эту работу спасибо мастеру он все выправил я не представляю что было бы из себя вышивала на пальцах и на руках вот эти мишки тоже интересный набор они отшиваются не только гобелином они еще отшиваются разными шов чеками сейчас я попытаюсь фокусировать получится тогда получится в них видите вот такая кудрявая мордашка там какой-то применяется специфический шов я пыталась разобраться в инструкции пока не получилось буду разбираться дальше очень интересный шов который практически плетет вот такой узор чтобы мишки получились действительно такие кудрявые и объемные похоже настоящих мишек переходим в блок вышивка гладью прогладь вот к сожалению прогладь ничего не могу вам рассказать потому что я гладью практически не вышиваю я могу вышить конечно там пару каких-то элементов потому что то в печатном кресте люди очень часто попадает что пару маленьких элементов нужно вышить гладью это я могу ну так что создавать вот такие большие картины я не могу я восхищаюсь теми девочками кто умеет это делать ну вот каталоге было глади вообще представлен только одним листом мало мало почему-то дальше мини наборы это наборы чаще всего размером 13 на 18 сантиметров тоже вышиваются в разных техниках но чаще всего это такие милые небольшие сюжеты на разные темы вышиваются с разной степенью сложности то есть я встречала и попроще наборы посложнее вот сразу не переходя на ту страничку покажу если вдруг вы хотите познакомиться диманшинс и с маленьким набором вот я могу посоветовать вот этот набор это курочки которые пьют чай и надпись которая здесь представлена переводится следующим образом хорошие друзья слушают лучшие друзья слышат как умная фраза но почему советует набор я его не за надписи советую он очень легкий это один из простых наборов диманшинс вышивается очень легко если хотите познакомиться с этой маркой то значит с этого набора не разочаруетесь у вас достаточно быстро получится красивая работа и пройдет страх от того что проект большой диманшинс например попробуйте маленький память что все легко и просто и все как говорится вижу цель не вижу препятствий забавные обезьянки не видела ни разу их продажи вот пара волков опять же хотите на примету не хотите большую картину вот пара волков все по примете на благополучий себе берем вышиваем кто хочет любит вышивать русалок вот ни разу не видел в продаже удивлена что диманшинс есть такая тематика потому что не попадалось за тот разные надписи мне кажется в америке это очень распространено разные надписи мотивирующие веселые позитивные метрики не фактов их культуре это есть все-таки американский производитель как я охотилась за этими сапожками них много-много лет искалывать недавно их смогла купить и хвасталась в рукодельных покупках и вот эта хрюшка тоже забавную позитивную на мой взгляд не очень похожи на то что обычно делать диманшинс но от этого не становится менее веселых снова небольшие позитивные сюжеты с надписями так мне кажется большинство из нас достаточно прохладно относятся именно к этой серии у нас как-то непривычно плюс все-таки русскоговорящие вышивать надписи на английском специфично поэтому такие наборы не очень популярны а вот это вот мини набор гобелен я вышивала вот этот набор и два раза божью коровку и как раз по опыту вот этих двух гобеленов я вам рассказала в предыдущем разделе по отшив гобеленов я когда божью коровку вышивала вот ее у меня очень сильно перекосило ее потом выравнивали но швала и и два раза я вышел один раз для себя потом у меня отшив увидел коллега и попросил вышить еще раз ну я это расскажу видео про готовая работа было там что рассказать интересное про каждый отшив тоже все гобелено так дальше дальше будет несколько уже специфических разделов например забота о детях и здесь представлена целая коллекция разных предметов которые можно использовать в быту одеяльца такой нагрудничек метрика детская вот тоже еще одеяльца и нагрудники вот интересно это кто-нибудь вышивала вот так вот детское одеяльце чтобы им потом прям пользоваться интересно и милые красивые сюжеты но я в россии ни разу российских магазинах не видела чтобы это продавалось не знаю все таки у нас наверно это не так часто используется как-то непопулярно вот мы так с вами пролистаем если что ставьте на паузу рассматривайте ну тут за забавный цветели я вас с такими малышами зверятами милые мультяшные сюжеты тоже милые зверята в горошек вот этот сюжет конечно мне кажется что какой-то не фокусируется очень даже такой милый принципе то все герои достаточно реверсальных какие-то мультики на мой взгляд но с медвежатами очень очень красивые это объединяется хотел сказать что универсальные сюжеты то есть не там не здоровье мультфильмов типа винни-пуха или каких-то современных мультфильмов атаки можно вышить как мальчиком так и девочкам и не привязана к тем фильмам которые сейчас популярны с медвежатами мне вот это вот одеяльце так нравится я когда увидел эту картину думал что эта картина хотела увидела превью думал что это просто картина вышивается думала найти купить это оказалось одеяло 86 на 109 сантиметров конечно не буду такой картину вышивать мне очень нравится этот сюжет вот тоже есть и с алфавитами но фаид опять же американский конечно мы такой не был вышивать сюда же они отнесли почти идеально одна из самых знаменитых как люди меньше сколько уж и на приметам вышивали сколько радости она принесла девочка тоже слоники черепахи кое все позитивные но вот это один из тех разделов которые для себя открыла дима я не знала что у них настолько большой этот раздел вот смотрите мы с вами пролистали всего один разворот глади там пару-тройку разворотов печатного креста и сколько мы с вами пролистали о детях несколько несколько разворотов все красиво вот это вообще очень похоже на такое фетровое одеяло которые знаете как в икее продаются вот и вот на нем не фетр флис рисовая и здесь элементы фелтинга интересный вариант дальше раздел который в каталоге называется специальной коллекции это наборы которые помимо привычных схем и ниток и основы для вышивания еще включая в себя какие-то материалы для оформления например паспорту либо рамка либо какие-то дополнительные приспособления например вот в этих наборах вкладывается вот такой напечатанная паспорту то есть вышивается серединка и потом накладывается сверху напечатанную на картоне паспорту а вот в этих наборах я так понимаю что входит состав еще рамка и остается место куда можно вставить фотографию то здесь вышивается надпись и могу стать фотографии либо можно вышить что-то тоже вот такие варианты очень неплохие потому что можно на подарок допустим пошли друзьям на свадьбу захотели вместо открытия что-то приятно сделать вот подарили вот такой вещи цели на рождение ребенка тоже поехали поздравлять какую такую милую вещицу сделали подарили и в хозяйстве пригодится и приятно тем более что у нас такие подарки еще не так распространены и вряд ли будет вариант что этому человеку или ты паре подарят допустим две метрики или там две такие картинки эта серия daydreams я вам показывала цели комплектуется тоже помимо всех материалов для вышивания еще паспорту и все что нужно чтобы оформить картину то есть это картонный задник это стекло и это защелки то есть вы можете вышить собрать полностью весь этот бутерброд и повесить его на стену либо заказать багет вставить багеты тоже повесить здесь уже все есть наборы несмотря на свой размер в отшиве не всегда простые вот я вышивала вот эту калибре так повозиться надо особенно с учетом того что там по моему в комплектации идет то ли 18 то ли 16 по 18 канва там идет в комплектации и вышивая допустим по крестам в 5-6 нитей ну так надо приноровиться но результат получается красиво ведь его совмещают по рисунку с паспорту то есть идет как продолжение ну то есть это на мой взгляд такой был первый шаг к рисованному паспорту то сейчас пакетчики дорисовывают один меньшинство предложил сразу напечатанные варианты дальше еще один раздел который для меня оказался сюрпризом у dimensions это раздел постельного белья то есть у них целая серия разного белья с вышиванием я вот специально вот так вот оставлю можете нажать на паузу и ознакомиться в комплекта бывают и наволочки и салфетки и одеяло фартуки полотенца скатерти много чего я в продаже такого не видела у меня есть только одна скатерть это старенький набор я вам его показывала в видео истории диман шанс покупала в болгарии это он был там только один какой-то последний а так чтобы еще и можно было купить наволочки вот это для меня удивление покажу поближе как выглядит то есть прям можно сделать целую красивую скатерть других производителей я такое встречала в диман шанс нет удивление для меня покажу поближе ничего не могу сказать по поводу того если кружева в комплекте или нет сейчас вот так уведу до тех пор пока она не потеряет фокусировку вот такие можно скатерти вышивать они называются салфетками ну может как скатерть такие дорожки ведь явно вышивать не очень много получится красивый результат это нежнейшая работа вот еще с цветами дорожки скатерти конечно спорно как это все использовать в быту потому что ну такой выше тускатель постелить на стол и если кто-то туда посадит пятно от винегрета будет конечно очень грустно но с другой стороны как выход из ситуации вспомнить старые советские времена когда на стол скатерть стелили и сверху накрывали стеклом и тогда скатерть защищена сейчас этот вариант уже не кажется диким вот такие красивые наволочки поближе хотя бы ну две покажу то есть вышивается достаточно примитивным сюжетом это похоже гладью вышивается это крестиком и называется да видите печатный крест и вышивка по рисунку вышку по рисунку это гладь а вот такая скатерть у меня есть тем как раз показывал этот набор в прошлом видео серия фартуков в технике печатный крест ну вот это вот мило тут имеет место быть это полотенце написано полотенце для гостей хочу для себя то любимых такой не повышевать следующий раздел обучающие наборы то есть это маленькие простые наборы которые могут стать первым отшивом для ребенка может заинтересоваться либо мама заинтересует покупает и вот на таких простых миниатюрах дети могут приучаться к вышиванию и эти наборы сразу в себя включает еще и пяльца то есть не нужно ничего да покупать берете и в самом наборе сразу все есть в наличии пяльц иголка нитка для меня этот раздел тоже стал открытием я не знала что у димальшинс есть такая серия звать в технике гладь печатный крест гобелин счет на крест они все еще все свои техники дают попробовать такие детские небольшие сюжеты техника продергивания это тоже небольшие наборы в технике продергивания то есть как результат у вас получится такая картинка ну ковровая техника знаете она будет ворсистая не не пробовал такую технику ничего не могу сказать просто видео готовой работы тоже на любителя кто-нибудь из вас пробовал вообще как это что это интересно не интересно увлекательно если пробовали поделитесь пожалуйста интересно узнать такие сюжеты здесь представлены дальше следующий раздел фэлтинг здесь есть и книга и наборы для начинающих то есть это техника валяния это же в наборах представлены все необходимые материалы чтобы попробовать вышивание рукоделия данное направление рукоделия попробовать и вот уже для более опытных есть наборы по созданию сумок чехлов очечников также отдельно продаются материалы для этого вида рукоделия это листы фетра и готовые украшения которые можно просто купить и привалять или пришить к стене наборы по валянию игрушек на закусочку ли там нет на десерт вишенка на тортике в конце каталога оставили новогоднюю тематику вышивание поэтому знаю вы наверно уже устали я так долго листаю но сейчас давайте немножечко взбодримся у нас с вами осталось буквально два блока это новый год и раскраски по номерам но я не буду сильно не останавливаться то что мы здесь все про вышивание так пролистаю чуть-чуть давайте напитаемся атмосферой нового года потому что дименшин действительно вот здесь мне кажется лидер по красивущести наборов дизайнов которые они разрабатывают такие атмосферные сюжеты пусть там часть элементов не совсем наши санта клаус например но вот со снеговиком или вот такой городок чтобы не вышить деревушка это очень красивый сюжет и кардинал картины которые действительно будут создавать дома настроение это мини голды 13 на 18 и баннеры он тебя тоже вам рассказывала что есть часть наборов который включает себя дополнительные методы для декора вот эти вот наборы включает себе металлический держатель для того чтобы закрепить баннер и повесить на стену я вам показывал свои коллекции баннер с котенком вот здесь представлена новогодняя серия таких баннеров кстати если вам интересно то эти баннеры не редкость то есть их можно сейчас найти в контакте в группах при желании можно найти и стоят они не как раритетные наборы носочки для подарков тоже такая спорная тематика вроде вышивать не вышивать наши и не наши эти традиции для украшения интерьера мне кажется можно это тоже красивый элемент для оформления дома чтобы создать праздничную атмосферу вот какое большое количество меня уже вышит вот этот он вышивается в технике габелин то есть них есть и техника когда на конве счетным крестом вышивается и есть габелиновая техника вот этот носочек вышивала в габелиновой техники тоже буду вам показывать в форменных работах юбки для оформления елки вот это жуткие раритеты потому что все наборы которые я видела продаются за такие внушительные суммы нигде я не видела бюджетных вариантов наборов причем сколько я вышиваю даже в магазинах на полках лежали эти наборы если где-то вижу в продаже только что не стоит они космически к сожалению юбку под елку я бы вышла если вдруг вы не знаете о чем речь есть вот такие вот юбки то есть вы наряжаете елку ставите в комнате и внизу чтоб не просто был пол вы кладете вот такую юбку там дополнительным декором украшаете у вас все красиво прикрыто тоже украшение разным для дома пришлось вот такие пинки по и на веревочке потом решаются игрушки сейчас какая-то повальная любовь пошла на игрушки dimensions ни одно время вроде не особо кому-то были нужны сейчас все хотят вышивать игрушки на это знаете как часто бывает один вышел другой посмотрел захотелось и понеслось геометрической прогрессии и вот сейчас игрушки все те девушки кто продает набор и с кем разговаривал все веришь ты на игрушки чем дикий спрос то есть если видите и по адекватной цене то надо брать потому что это эти наборы не производятся то есть это нужно все покупать уже из остатков и вот в технике холтинга такие украшения в dimensions есть раскраски по номерам знакомые нам сюжеты но в виде нанесенного фона на картоне размечены где каким цветом вышивать комплектуется баночками с краской и можно все себе нарисовать у меня есть один набор я пытаюсь его нарисовать с собой в лесу но честно если выбирать между вышиванием и рисованием наверное все таки мне больше нравится вышивать поэтому я никак не дорисую эту картину надеюсь красками не высохли тоже все те знакомые нам сюжеты таком виде вот эту бы картину выпустили в крестиках красивая какая и вот лошади тоже вот эти вот красивые такие вышла у них только в виде раскраски мне вот эта картина очень нравится вот тоже птички милую ну скажите что вот такую картину в крестиках вышить хочется ну хорошенькую и вот тоже индианка и духе . такая я думаю она была бы популярна техники еще одно крестом очень ничего ой вот сейчас вот вот эту совы рисую хотел сказать что сейчас что-то глядя на вот эти картины пару как минимум захотела надо удержаться и не купить ну куда-нибудь больше еще большого размера 28 на 36 здесь написано ну не знаю мясо вам не кажется больше софт на пистолет 28 тысяч и зачем я может быть на диманшинс и выпускали несколько производителей я не помню как у меня потому что диманшинс ну в общем такой размер немаленький это что это нужно теме место небольшие обучающие наборы это все мы с вами просмотрели весь каталог давайте открою какую-нибудь красивую страницу может быть давайте закончим на все таки новом годе и буду завершать это видео я надеюсь что я оправдала ваши надежды по листанию каталога потому что конечно может быть вам хотелось посмотреть каждую каждую картинку поближе но у меня и так даже с таким быстрым пролистыванием я вижу чтоб записала сейчас 20 если бы мы с вами смотрели еще поближе каждую картинку то наверное это было бы часа на три или это было бы два видео по два часа в общем я постаралась как могла хотела дополнительно рассказывать еще какие-то свои мысли впечатления я осознанно не акцентировала на том какие наборы у меня есть какие я вышел а потому что все это будут другие видео я буду показывать и свою коллекцию диманшинс и свои отшитые работы то сегодня все таки мы больше с вами говорили про каталог полистали всю эту вкусняшку я надеюсь что вы нашли для себя какой-нибудь набор которым захотелось вышить потому что я очень бы хотела вдохновить вас на отшив хотя бы одного набора диманшинс мне кажется это стоит попробовать вышить и радоваться потом красивому сюжету напишите мне пожалуйста ваши впечатления как вам этот каталог что-то приглянулось что-то новое для себя узнали не узнали увидели не увидели и спасибо что досмотрели это видео до конца но получилось действительно длинным наверное вам под него не очень получилось вышивать потому что приходилось время смотреть надеюсь все таки что удовольствие вам это видео принесло я как обычно желаю вам только хорошего настроения успехов и удачи в том чего занимаетесь если вы вышиваете в данный момент ровных вам крестиков и всего хорошего этим летом хорошей погоды сегодня или завтра у вас будет что-нибудь позитивное такое прям случится вау такое пожелание вам посылаю и я с вами в данный момент говорю пока пока